Камран Сеидов представляет И снова здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сестры. В данном видео мы с вами поговорим о международной политике, связанной так или иначе с нашим с вами регионом, то бишь с Закавказьем, главной проблемой которого является все еще не до конца урегулированный Карабахский конфликт. Да, Азербайджан освободил свои земли, но все еще имеются вопросы, связанные главным образом с демаркацией границ. Азербайджанов, включая освобожденный Карабах с территории сопредельного государства Армении. И определенные силы пытаются все еще затянуть урегулирование данного процесса. Почему? Ну для Запада этот политический момент связан с возможностью разжигания второго фронта для России, а также удара по Турции. для российских определенных сил это заинтересованность, видимо, в набивании кармана, исходящего с территории западных стран. О чем я говорю, чуть позже вы поймете. А также мы поговорим с вами о самих политических моментах, заявлениях, которые на фоне всех этих аспектов делает армянская сторона. Поговорим также об ответных действиях Азербайджана. Ну что ж, давайте приступим. И начнемте с вами именно с Запада. Да, дорогие друзья, конгрессмены США, правда, армяне написали именно конгрессмены, не часть конгрессменов. То есть они обозначают понятие, как все конгрессмены Конгресса Соединенных Штатов Америки, хотя это далеко не так. Поздравили так называемых армян Карабаха с днем провозглашения так называемой независимости. Интересно, не так ли? Против кого же играют данные конгрессмены? Ну, если убрать в сторону заинтересованность США в потенциальном открытии второго фронта в отношении сталкивания России и Турции в Закавказе? Против кого работают эти самые конгрессмены? Я думаю, что здесь имеет место и второй момент. Это то, что часть конгрессменов США видимо решили сыграть на уничтожение своего государства. Ведь на территории Америки есть свои сепаратистские силы. Не так ли? Видимо, данные конгрессмены забыли, что такое событие в Техасе. Техас неоднократно заявлял о своей позиции касательно нахождения данного региона США в составе Соединенных Штатов Америки. Также достаточно часто звучали высказывания и со стороны крайней северной части США. А я говорю, конечно же, как вы понимаете, об некогда принадлежащей России, царской России. Это небезызвестное я, конечно же, говорю об Аляске. Ведь там тоже есть определенные сепаратистские силы. Пророссийские, можно назвать их российскими агентами, тем не менее. Так что же, выходит, Азербайджану необходимо, видимо, сейчас уже осуществлять поддержку тех самых техасских сепаратистов, или подыграть России и поддержать тех сепаратистов, которые находятся на территории Аляски за отделение этих регионов от США. Ну, раз США может позволять себе поддерживать сепаратистов на территории Азербайджана, суверенного государства. Впрочем, не только ваш, конечно же, слуга, но и азербайджанская сторона жестко отвечает на данные тенденции, которые мы наблюдаем в западных кругах, скажем так, политических западных кругах, не только США, но и Франция. Многие из вас, наверное, прекрасно помнят, как политики тире-кандидаты в президенты Франции посещали на тот момент оккупированный Карабах и заявляли о поддержке французских Франции армянского сепаратизма. Азербайджан не молчит. Через своих, скажем так, представителей во Франции и США я говорю не только о дипломатических представителях, не только о диаспорах, но также и о политиках, которые смотрят на Азербайджан как на дружественную страну, мы напоминаем Франции и США, что у них у самих есть проблемы связанные с сепаратизмом. Что такое Корсика Каталония для Европы надеюсь объяснять не надо. А также Шотландия. Я уж не говорю про столь нашумевшую Ирландию. Там шли буквально битвы. Но и это еще не все. Если мы начали с вами с запада, то не пройдем с вами мимо и российского сегмента, поддерживающего армянских сепаратистов. речь идет о Константине Затулине. В частности посмотрите как на официальном бланке Государственной Думы данный так называемый депутат решил поздравить армянских сепаратистов. Как вы понимаете бланк государства России я подчеркиваю то есть это не что иное как провокация. Он мог бы поздравить на неофициальном бланке. Тем более куда смотрят представители Государственной Думы России когда на официальном форме бумаги пишется понятие которое Россия уже давным давно вычеркнула так называемый Нагорный Карабах я уж не говорю про так называемый Арцах при этом пишут Нагорно-Карабахская республика как же так но и здесь конечно же Азербайджан не молчит и я очень надеюсь что азербайджанские диаспоры скажут свое жесткое слово хотя бы те из представителей азербайджанской диаспоры которые все еще помнят что такое Азербайджан и азербайджанцы простите за жесткую риторику но иначе было нельзя следующей страной которая также выделялась поддержкой армянского сепаратизма является Иран в частности армянская сторона ответную на действия Азербайджана старается выставить как иранофобию странно очень странно тогда что же вы армяне ругаете Россию когда она не признает так называемый Нагорный Карабах почему вы ее называете армянофобской почему вы ждете тут же начинать сжечь российские флаги оскорблять первых лиц России и знаете что я хочу напомнить вам в кавычках дорогие наши армяне это в Армении проходил в свое время митинг с лозунгами ислам изыди антииранскими хаммани изыди откройте в поисковой системе 3-4 года назад под кураторством Франции кстати проходили данные митинги в Ереване в столице о какой иранофобии идет речь если на территории Ирана проживает 40 миллионов от 30 до 40 миллионов азербайджанцев персофобия возможно потому что персы терефарсы поддерживали ваши шестипартийские телодвижения но не будем и об этом с вами долго рассуждать перейдемте к следующей ссылке в связи со всеми этими аспектами мы с вами переходим возвращаемся к теме которую неоднократно поднимал ваш слуга и не только я о тенденциях которые наблюдаются на переговорах происходящих в различных странах мира между Азербайджаном и Арменией между Алиевым и Пашиняном каковы же какова же политика на этих переговорах исходит от Азербайджана и какова же политика исходит на данных переговорах от Армении давайте с вами немножечко проанализируем а раз Станислав Тарасов задал нам такой вопрос какую игру ведет Алиев и Пашинян на выезде ну что ж приступаем и начнем теперь продолжим именно с Армении чего же добивается Пашинян как ни странно Пашинян добивается того же самого что его предшественники только на более короткий период времени то есть на некоторое время затянуть переговоры даже скажу больше возможно уличных глашатаев выводят на улицы окружение Пашиняна специально объясню почему это выгодно Пашиняну нет он не видит Карабах в составе Армении он не хочет отвечать за Карабах он не хочет скажем так и так и столь скудного бюджета Армении что-то отдавать на проживание беженцам с Карабаха тем более он прекрасно слышал неоднократно из уст президента Азербайджана и других политиков Азербайджана что армяне Карабах это граждане Азербайджана то есть Пашиняну легче было бы свалить их именно передав их в руки азербайджанской стороне и чтобы Азербайджан сам отвечал за жизнь данных армян чем платить как я сказал из собственного и так не столь обширного бюджета он же прекрасно наверное осведомлен как каких трудов стоило Азербайджану в 90-е годы принимать миллион беженцев поэтому здесь то же самое только если Азербайджан мог себе это позволить хотя и с трудом у Армении нету шансов Армения вынуждена будет передать Карабахских армян либо Азербайджану вместе с возвращением азербайджанских земель либо дать им уехать в иные страны и вот здесь я хочу вам напомнить странный момент помните когда канадское посольство вернее когда Канада пыталась открыть канадское посольство на территории Армении не было ли это связано в частности с попыткой решить проблему беженцев из Карабаха может быть поэтому Россия хотя и огрызнулась но в крайне мягкой форме могла ли быть какая-то какая-то форма договоренности о переселении армян с Нагорного Карабаха так называемого Нагорного в Канаду в Россию в США вполне возможно ну а часть армян которые не сможет никуда переехать Пашинян рассчитывает со временем заставить их смириться с тем что они станут гражданами Азербайджана тем более такая тенденция среди карабахских армян наблюдается даже скажу больше такая тенденция наблюдается и среди ереванских армян продолжая говорить о теме переговоров на тему переговоров очень интересное заявление сделал Андроник Теванян он признал что Армения терпит катастрофу на поле дипломатии Армению пинают как футбольный мяч вот его высказывание почему же это так как вы думаете потому что весь мир прекрасно осознает несколько важнейших фактов это первое что во всех странах мира есть и наблюдаются сепаратистские партии и организации и мир не может себе позволить поддержку сепаратизма тем более и так в столь тяжелые времена в связи с отсутствием мощных дипломатов в различных странах мира это первое второе запад да и весь мир не может как-то закрыть глаза на то что Азербайджан уже вернул данные земли и только аспект гуманности не дает Азербайджану в более короткие сроки тотально полностью поставить линию под решением данного конфликта так называемого уже конфликта кто же после таких фактов будет смотреть на Армению как на некое государство на некую весомую силу вопрос интересный переходим к следующей статье на фоне всех этих моментов важнейшими аспектами являются высказывания армян как в связи с событиями в Лачине так и в связи с некоторыми аспектами спорными аспектами по мнению армянства связанными с территорией самой Армении Зангизур так называемый Сюник и так далее но давайте с вами проанализируем и эту тему эксперт Бердзор имеется ввиду Лачин является классическим образец этнической чистки так заявил так называемый юрист Тарон Симонян почему это важно и как мы собираемся ему ответить да крайне легко в конце 80-х в начале 90-х годов армяне не проживали в Лачине там проживали азербайджанцы так не ответит ли Тарон Симонян как он относится к тем армянским силам которые изгнали армян с их родных земель в начале 90-х не было ли это классической этнической чисткой при этом хочу напомнить так называемому Тарону Симоняну Азербайджан по сравнению с Арменией и армянством предлагает предлагал и предлагает несмотря ни на что чтобы армяне Карабаха становились гражданами Азербайджана и оставались в этом случае жить на тех территориях на которых они проживают Азербайджан отказавшимся армянам от гражданства Азербайджана давал несколько месяцев на то чтобы они покинули свои в кавычках свои дома Так как же это можно относить после этого к этнической чистке Вопрос 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 Следующим фигурантом который вторит ему же является гость программы Наян Тапан на канале с идентичным названием Это некто доктор политических наук Рачья Арзуманян Карабахское армянство в составе Азербайджана ждет геноцид Россия теряет имидж нейтрального судьи Знаете я не буду включать данное видео Я хочу напомнить данному в кавычках умнику что на территории Азербайджана почему-то все еще проживают армяне и почему-то никто не осуществляет даже после многочисленных провокаций сотворенных с территории Армении жестких чисток от армян проживающих на территории Азербайджана Неужели кто-то думает что азербайджанским правоохранительным органам составит большого труда вычислить каждого армянина кто остался жить на территории Азербайджана Два дня а в лучшем случае Но никто этого не делает Так же как никто не делает несмотря на все выступления армянских радикалов против Турции чистки внутри Турции Так почему же азербайджанская сторона не карая армян проживающих в Азербайджане должна карать армян которые станут гражданами Азербайджана Карабахских армян Неужели армяне которые остались проживают в Азербайджане будут иметь какие-то привилегии по сравнению с армян в Карабахе Не смешно ли вам так называемый доктор политических наук Впрочем давайте продолжим Обсуждая вопросы скажем так землеустройства Армении мы с вами упираемся в статью в которой армяне вновь вспоминают о Гарегине Нжде на фоне статьи посвященной так называемому Сюнику на самом деле Зангизуру Ну что ж знаете что больше всего меня смешит даже не то что в Зангизуре азербайджанцев всегда было большинство дело не в этом совершенно не в этом а дело в том кого они имеется ввиду радикальное армянство позиционируют как героя который сохранил для армянства так называемый Сюник Гарегин Нжде но неужели армяне не знают что в 2007 году в Армении вышла книга написанная самими же армянами Гарегин Нжде и КГБ в которой были описаны все допросы как Гарегин Нжде так и его окружение в частности был описан допрос любовницы Гарегина Нжде где она четко заявляла что Гарегин Нжде во время Зангизурских событий находился у нее в Нахчеване и второй момент который меня ужасает что не только Алюнина но и сайт информационный сайт Центр поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив без оглядки на российские законы продолжает героизировать нацистских преступников в лице Гарегин Нжде как же так ведь Россия жестко по мнению россиян карает Украину за так называемых украинских нацистов а как же армянские нацисты или есть хорошие нацисты а есть плохие нацисты РНЕ хорошие нацисты русское национальное единство Гарегин Нжде хороший нацист это хорошие нацисты а вот украинские плохие Бендера Шукевич они плохие можно ли допускать такое разделение дорогие россияне на хороших и плохих нацистов не слышу впрочем и это еще не все все эти тенденции разоблачения армянской лжи политические шаги как западных так и российских структур против армянского сепаратизма заставляет армянство радикальное армянство призывать к практически военному восстанию вооруженному восстанию давайте с вами послушаем что говорят двое армянских радикалов находящихся сейчас в армянской тюрьме приступаем призыв вооружен авитосяна и махитара авитосяна из нубарашинской тюрьмы готовьтесь всеми силами и средствами к сопротивлению тенденция развития геополитических событий подсказывает что угроза растерзать нас и нашу государственность и окончательно переварить может быть реализовано двумя сценариями первый нынешним заговором россии турции и азербайджана второй повторной оккупации южного кавказа россии которая полна решимости любой ценой восстановить империю и которая перешла все красные линии как в случае первого сценария так и второго переформатирование региона произойдет в логике 1922-21 годов за счет республики армения включая арцах и армянство на этот раз полностью исключая какие-либо перспективы для нашей национальной жизни и будущего единственный путь спасения а также получение эффективной поддержки запада для этой цели сопротивления призываем армянский народ в первую очередь армянскую армию и армянскую молодежь как можно скорее проснуться из глубокого сна ложного мира и готовиться всеми силами и средствами к сопротивлению сценариям завершения нашей истории ну что ж вы сами все слышали то есть армянские радикалы призывают к военному бунту это те самые радикалы которые уже один раз практически уничтожили Армению под дудку англичан в 1918-1919 году объявив войну Турции все тогда закончилось Александропольским договором от Армении оставалось буквально 6-7 тысяч километров и только та самая Россия против которой призывают воевать армянский народ спасла Армению от исчезновения кстати за счет азербайджанских земель к сожалению нас ждет видимо в скором времени крайне веселые события ведь это заявление не просто так сделано что ж дорогие друзья мы продолжаем ждать и если армяне действительно пойдут на поводу у своих националистов то в данном случае мы сделаем все чтобы Армении больше не было если армяне пойдут на поводу у армянских радикалов мы уже не допустим новых армянских сепаратистских организаций никогда вы можете подразумевать под моими словами что угодно я говорю что мы больше не позволим на территории Закавказья а также и Турции никаких сепаратистских движений армянского как минимум толка ну что ж еще две статьи которые хотелось бы рассмотреть почему же армянство так паникует почему армянство вспоминает о Ленине и о Татюрке потому что Россия и Турция настолько тесно сближаются что вы вдумайтесь что заявляет Песков общались и будем общаться Песков оценил слова Эрдогана о Крыме в составе Украины то есть Россия готова даже обсуждать с Турцией столь болезненный для России вопрос знаете о чем это говорит это говорит о тотальном уважении друг друг то есть Россия даже видимо готова была бы в случае если Эрдоган достучится до первых лиц России вернуть Крым Украине так получается ну а мы переходим к последней ссылке ликвидация империи Азербайджан освободил Лачин Москва отползает да дорогие друзья Азербайджан освободил свои земли давайте послушаем как об этом говорит один из блогеров который именует себя самый сок 2 давайте послушаем Азербайджана месяцем освобождения города Лачин и перехода под контроль азербайджанских войск Лачинского коридора или дороги связывающей остатки оккупированной армянами территории Карабаха мы подробно писали о том что стало причиной силовой операции в результате которой азербайджанские войска вернули еще часть оккупированной территории но тут важно не столько то почему а когда это произошло с момента окончания 44 дневной войны прошло почти 2 года и по итогам капитуляции которая была подписана Арменией боевые действия были остановлены для того чтобы армяне постепенно ушли из Карабаха который азербайджанские военные могли бы освободить силы оружия до конца осени 2020 армянская оккупационная армия хоть еще не была окончательно разбита но однозначно была деморализована и понесла сокрушительный потери в основных видах вооружений бронетехники и ПВО но самое главное азербайджанские войска смогли зайти в тыл укрепрайонов которые армяне строили на господствующих высотах три десятка лет оккупации азербайджанцам удалось сделать примерно то что сделал вермахт с французской линией Можино они обошли ее и вышли в тылы армянских войск а с учетом того насколько эффективно они вырезали ПВО противника то можно было не сомневаться в том что с воздуха можно было методично уничтожить оставшиеся узлы сопротивления и либо взять в плен остатки армянских войск либо полностью их уничтожить именно в такой обстановке армяне капитулировали при условии что выход из Карабаха будет осуществляться постепенно и при посредничестве российских войск которым обе стороны дали статус миротворческих сил в итоге ситуация сложилась вот таким образом эти карты были составлены силами Дойчевелли и потому названия населенных пунктов на еще оккупированной территории остаются армянскими и название города Ханкинди еще указано как Степанакерт но понятно что это временное название скоро будет стерто и забыто навсегда и вот в этой схеме единственная дорога оставшаяся для сообщения с Арменией и по которой армяне должны были уходить на свою территорию проходила через город Лачин в ходе подписания капитуляции было решено что для этих целей будет построена новая дорога в стороне от Лачина 25 километров должен был построить Азербайджан и 10 Армения это решение позволяло восстановить суверенитет Азербайджана как над самим этим городом так и над окрестными населенными пунктами и вот Азербайджан давно построил свой участок дороги и как следовало ожидать армяне даже не начинали проектирование своего участка очевидно что они не планировали уходить ни из Лачина ни из оккупированной части Карабаха они решили постепенно отстроить барону скрываясь за российскими штыками но поскольку россияне контролировали дорогу в Армению то такое было возможно только с их согласия и с их помощью постепенно так оно и происходило что в конце концов привело к обстрелу армянами азербайджанских военных теперь оттуда уходят миротворцы а военные Азербайджана получили в свои руки часть новых оборонительных сооружений которые армяне создали за эти два года примечательно то есть Россия поняв что провокации их так называемых союзников армян может привести к открытию второго фронта для России в отношении столкновения России и Турции поэтому российские миротворцы и вынуждены уходить с тех регионов которые армянство планировало сохранить за собой азербайджанских территорий но давайте продолжим что непривычно прикрыли их минными полями но и на этот раз это были мины российского производства заводская маркировка которых указывает на дату их производства 2021 год это все что нужно знать о российских миротворцах из этого можно сделать простой вывод о том что если армяне за два года так самостоятельно и не вышли из Карабаха то они этого не намерены делать и впредь а это значит что азербайджанским военным придется силой оружия освобождать оставшуюся часть оккупированной территории конечно мы не можем знать всех факторов приведших Баку к необходимости остановки боевой операции когда ее успех был неизбежным мы не знаем какие условия заставили Азербайджан принять капитуляцию врага с явной так давайте остановимся понятные вопросы которые он задает дестабилизирующим элементам на которые азербайджанская сторона уже неоднократно отвечала у Азербайджана есть глобальные перспективы в отношении своего будущего и для нас крайне опасно быть замеченными замешанными в уничтожении пускай даже условного мирного населения армянской национальности а при освобождении Ханкинды в малой количестве либо в большом количестве данный момент бы 100% бы наблюдался при этом уж точно погибло бы около тысячи условно мирных либо мирных жителей прошу прощения попробуйте оспорить данные моменты навряд ли кто-то сможет в отношении того что Россия минирует своими минами некие территории знаете здесь я хочу поправить тоже данного автора это не совсем возможно является правдой в России есть и это ни для кого не секрет коррупционные системы серые системы а то что армяне армянство является профессионалами проведения данных систем в реальность надеюсь тоже ни у кого не вызывает сомнений поэтому данные мины могли быть переданы армянской стороне не всегда даже белым тире законным путем то есть не обязательно что эти мины устанавливают именно российские миротворцы вот в этой связи мне и хотелось поправить данного автора как то так дорогие друзья придется ли нам освобождать оставшиеся земли военным путем поживем посмотрим я же хочу сказать только одно военным или мирным путем дипломатическим либо железным кулаком но армянству придется покинуть оккупированной земли либо стать частью Азербайджана то есть гражданами Азербайджана выбор за вами армяне что вы выберете армяне проживающие в Карабахе на этом все дорогие друзья я заканчиваю данное видео не забудьте ставить лайки либо дизлайки делиться ссылками в соцсетях приглашать друзей и знакомых конечно же я приношу извинения за некие дополнительные шумы которые были также хочу напомнить вам чтобы вы не забывали оставлять комментарии и озвучивать свое свое мнение в форме комментариев ну и последнее что хотелось бы сказать то что я говорю всегда последнее время что по данным видео я оставлю не только все ссылки которые мы с вами рассматривали в данном видеоролике но также необходимые данные для оказания спонсирования канала вашего слуги на этом все дорогие друзья всегда ваш Сейдов Тябран до свидания 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 Продолжение следует...